Всем огромный привет! Вы на канале Твой Парфюмер, меня зовут Настя. Кто заглянул ко мне впервые, пожалуйста, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, конечно же, оставляйте лайки, комментарии и напоминаю, что здесь мы честные, просто говорим об ароматах. Конечно же, все ссылочки на свои личные социальные странички оставляю вам, как всегда, внизу заходите, там очень много всего интересного. Ну а сегодня очень интересная, замечательная, потрясающая тема. Я решила снять обзор вам на французский парфюмерный дом и топ-8 ароматов Serge Lutanz. Конечно же, при помощи знаменитого интернет-магазина Rendezvous, который прислал мне этот аромабокс номер 27, топ-8 ароматов Serge Lutanz, я смогла наконец-таки познакомиться с этим великолепным и популярным парфюмерным домом. Конечно же, когда мне прислали очень быстро, я напоминаю, что, в общем, доставка любым там образом, как хотите, как вам удобно, можно себе заказать. В общем, я выбрала SD, как всегда, мне положили приятные подарочки. Вот, и, конечно, перед тем, как начать обзор, ребят, обязательно напоминаю, что помимо социальных страничек будет отдельно промокод, который суммируется со всеми их акциями. Сейчас, кстати, ну понятно, осень, значит, большая осенняя распродажа, до 50%, помимо парфюмерии есть и косметика, естественно. Ну и вот мой промокод вам поможет получить дополнительный 10%, то есть, аромабокс выйдет вам в 40% скидки, представляете? Ну, короче, круто. Вот, поэтому я с нетерпением уже хочу начать, поехали. Как вы видите, как всегда, здесь 8 ароматов по 1,5 мл, и здесь, конечно, прямо топчик. Первый аромат как раз-таки из новых, это L'Ode Armoise. Знаете, что могу сказать? Это фужерный, на самом деле, зеленый такой вот аромат. И для меня, конечно, здесь четко слышна деколонистая нота, а однозначно большую мужскую сторону. Полы, цитрусы есть, очень такой полупрозрачный, достаточно спокойный, при этом есть свой характер, но не назойливый. Явно не душащий, никакой освежающий как раз-таки парфюм. Показатели по стойкости по шлейфу, я, конечно же, их успела поносить, понять, что они, да, из себя представляют. Это все очень и очень корректно. В отношении конкретно этого аромата очень корректный парфюм. В общем, вот для любителей тихих, спокойных композиций, но хорошо сложенных, это идеальный прямо вот будет аромат. Конечно, если, девочки, вы любите вот такие одеколонистые форматы, с полдыней, в сторону вот мужских больше, вот одеколонистых 100%, но тогда, конечно же, вам тоже стоит с ним познакомиться. В общем, это такой вот свежачок, скажем, подведя итог. Следующий будет Datura Noir. Я вам скажу так, забегая вперед, а что забегая вперед, мы же все равно уже про него говорим. Он меня очень впечатлил, если честно. Просто один из ароматов, которые так полюбились мне прямо вот с первого вздоха. Это огромный, огромный букет замечательных цветов, белоцветочных. Отличная, ой, вообще, сладострасная тубероза, конечно. Здесь есть и ваниль, безусловно. И различные фрукты стартуют очень ярко. Вообще такой, ну, они, конечно, совершенно разные с предыдущим, да, понятно. Это совсем другие. Он более плотный, он более яркий. Он очень соблазнительный. Он такой вот не выпирающий, с одной стороны. Вот никаких нот вперед не выходит. Очень гармонично, при этом и сексуально. И, конечно, просто обворожительно. Он околдовывает, очаровывает своим вот огромным этим действительно благоухающим букетом. И здесь в то же время я слышу даже, знаете, вначале услышала вот зеленые листочки, побеги. Так красиво, просто обалдеть можно. Есть легкие ноты миндаля. Это сладострастность. Это, конечно, потрясающий чисто женский формат. La Fion de Berlin. Ох, и цвет жидкости сразу интригует, да. Кажется, что, ну, это что-то уже такое серьезное. И действительно так. Этот аромат, конечно, очень плотный. И знаете, что? Интересно. Вообще, очень много ассоциаций у меня с ним, на самом деле. Расскажу, в общем, все по порядку. Это действительно такой пудровый, помадный, розовый аромат, да. Там такая роза, знаете ли, очень густая, плотная, действительно. Яркий, яркий, очень стойкий, концентрированный. Кстати, аромат загадка. Так Серж Лютанс и не рассказал, кто же она, кто она, кто впечатлил его на создание этого легендарного, конечно же, парфюма. В общем, никто не знает, немножко появляются дальше ноты меда. Конечно, он не девичий. Это не для молодых девчонок совсем. Он действительно уже вот для девочек постарше, знающих вот толк, скажем, в этой жизни, во всех смыслах. Это безумно красиво. Это просто потрясающе. Стойкость, шлейф, как я уже говорила, отдельно, отдельный, конечно, плюс. Но нужно знать, сколько его наносить. Будьте аккуратны, никого не придушите. Ну и децилофан. Ой, меня вдоражило всегда это название. Мне, конечно, прямо один из первых. По-моему, второй я его затестила. Ой, это уже тоже такой, знаете, достаточно плотный. Он очень цветочный. Это тоже букет цветов с фруктами. Но это, знаете ли, уже такой посерьезней и еще более мощный, знаете ли, аромат. Здесь цветов ярких чуть больше. Во-первых, здесь есть лилия. Там тоже есть тубероза в этом аромате, безусловно. Чуть меда. Этот аромат поразит вас. Потому что вот с первого вздоха он уносит в какую-то совершенно сказочную атмосферу. Погружает вас в кокон. Мало того, что очень яркий и красивый. И такой целостный. И очень грациозный. Очень женственный. Породистый. Безусловно, шикарнейший просто парфюм. И вот этот кокон, он не просто, он не близко сидит. Он сидит достаточно слышно, поражает, молниеносно обращает на себя внимание. И если вы любите вот такие концентрированные белые цветы, лилию, да, то, конечно, безусловно, он ваш. Он должен быть вашим. Вам нужно с ним, безусловно, познакомиться. Если где-то вы не переносите такие, да, ароматы, вот такую глобальную пирамиду цветов, тогда он может вас смутить. Но потихоньку, если по чуть-чуть его наносить, тогда, конечно, вы увидите эту красоту, безусловно. Ну, а следующий будет Un Bois Vanille. Ванильный лес. И знаете, почему я так улыбаюсь широко? Когда я его нанесла, боже мой, у меня была просто улыбка, как у чеширского кота. Я обрадовалась, как ребенок. Он меня перенес, я вам сейчас расскажу. Во-первых, это нереальная, красивейшая совершенно ваниль и древесина. Тут вот основное, конечно, так вот правда есть, как есть само название. И вот у меня четкое ощущение, что я, знаете, с сахарной ватой, вот от которой вот так вкусно и так сладко и так неприторно, а просто очень притягательно пахнет вот этой ванилью. Я вот с этой ватой сахарной, представляете, стою в лесу. И вот когда капли попадают на сахарную вату, ведь наверняка попадали когда-то в дождь вместе с ней, и на ней появляются вот такие капельки из сахара, да, коричневые такие. И как будто бы еще слаще начинает пахнуть эта ваниль. Очень красиво, это очень притягательно, неимоверно прелестные совершенно древесные ноты. И ваниль, ну суммарно, это, во-первых, не просто гурманика, это не просто съедобно, да, вот как я хочу съесть там эту сахарную вату в лесу, но это завораживает и рисует такую картинку волшебную в голове. Ну, просто сам удивляешься, честное слово, от своего воображения, от тех потрясающих эмоций, насколько ровно, насколько выверено, как красиво создана каждая композиция. В данном числе, конечно же, вот вроде казалось бы, ваниль и древесина, все достаточно просто и примитивно должно быть, но нет. Вот в данном случае я многие ароматы могу где-то поругать, но это вот к разговору про классику, действительно, не придраться. Что касается стойкости и шлейфа, вот здесь, пожалуй, единственный, возможно, небольшой минус, хотелось бы чуть мне его поярче. Но конкретно, мне кажется, в этом бренде есть фишка того, что стойкость здесь достаточно хорошая. Что касается шлейфа, то не везде. Он политкорректен, этот бренд. Есть, конечно, выбиваются там, по крайней мере, из моих восьми ароматов, которые у меня есть, выбиваются некоторые вперед, некоторые там где-то вот сидят на галерке. Тем не менее, мне кажется, вот это именно и есть философия звучания французской школы духов. Так, следующий будет Le De Pai. В общем, когда я его нанесла, сейчас я его распылю, я думаю, что, скорее всего, такая же первая будет мысль. Да, это отсыл к Ганимиду, это отсыл к Буа Империаль, вот туда. То есть, для меня это, конечно, 100% мужскую сторону звучания. Здесь я слышу одеколонистые ноты, вот это популярное и модное нынче направление. Стойкость достаточно неплохая. Тут понятно, тут на самом деле так и есть. Здесь ветивер, сено, много таких вот древесных нот. Есть и цитрусы, в начале прям хорошо слышно. Она солидненький по звучанию, никакой пошлости, никакой вот обыденности. Хорошо, очень так прямо вот статусно на мужчине. Прекрасно вижу, конечно, подчеркнет статус и благородство. Амбре султан. Да, да, еще раз, да, я думала, это будет прямо мой аромат. Я люблю, я люблю арабские, вот в сторону арабских таких вот ярких композиций, обратить свое внимание, естественно. Я подбежала просто буквально к нему. Ну и он очень и очень яркий. Он прямо оправдывает свое название султан. Вот это, вот это туда, это 100%. Ну что я могу сказать, несмотря на то, что я люблю такие композиции, для меня немножко оказался он too much, но действительно он дымный. Он пряный, теплый, спецовый, бальзамический и такой вот погружающий прямо на 100% себя, без компромиссов. Хорошая, очень и очень хорошая стойкость. Есть легкое ощущение трав, ну понятно, куда без. Вот этот формат в арабскую сторону, он не может без них, да, обойтись. Он погружает, ну вот в этот мир востока, прямо полноценно с отголосками европейского шика. А восьмым ароматом здесь является Femini de Bois. В общем, тоже, кстати говоря, у него такой цвет жидкости интересный. Я думаю, что, ну, видно должно быть хорошо. И я прям даже где-то боялась с ним знакомиться, если честно. На самом деле, конечно, достаточно яркий-яркий представитель. Это очень и очень красивая древесина. Это просто фантастический на самом деле лес, действительно. Он и пряный, он и пудровый. Здесь есть некоторая сладинка, да, здесь есть, кстати говоря, имбирь. Конечно, здесь очень красиво выходит фиалка. Мне кажется, отсюда вот и цвет такой, действительно фиалковый, знаете, вот пудровый какой-то. Хорошая тоже у него стойкость. И очень красивая пирамида, безусловно. Притягательная, сексуальная, очаровывающая, богатая такая, выверенная тоже, чистенькая, выглаженная. Все так на своих местах четко. Просто удивительно. Я понимаю общий восторг. Я вот просто сто процентов, честное слово, разделяю с вами восхищение Серж Лютанс. Конечно, мне очень интересно. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. У кого есть какие-то ароматы? Что вы любите из Серж Лютанс? Мне очень, вот правда, очень интересно. Как всегда, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Как всегда, я приглашаю вас посмотреть видео про бодрящие ароматы. Хочется проснуться эту осень. Ну, правда, вот загляните. Ну, а здесь мы с вами говорим об ароматах, которые не так давно я тестила. И вот думаю над их покупкой. Так что буду рада, если вы подскажете насчет них. Как всегда, я надолго с вами не прощаюсь. Всем всего доброго. Всем пока.